И полностью один в один воссоздан как памятник, который был демонтирован на территории Эстонской Республики. Это теперь место притяжения и горожан, и норвитян, потому что они тоже приходят постоянно, приносят цветы и благодарят за то, что мы смогли сделать то, что они не смогли отстоять у себя на территории. Ну и, конечно, мы теперь это место используем, буквально недавно мы отмечали 80-летие прорыва блокады Ленинграда, и теперь это место проведения, в том числе городских мероприятий, связанных с нашей историей, нашей страны, ну и, конечно, с историей Ивангорода. Что могу добавить по поводу танка Т-34? То есть, благодаря этому проекту действительно Ивангород обратили внимание на региональном уровне, да, губернатор изначально был сторонником установить, перенести этот памятник, и даже был запрос в Эстонию. В итоге все получилось, слава Богу. Благодаря этому событию, конечно, Ивангород и узнали многие, и на федеральном уровне, и на региональном уровне еще раз по-другому посмотрели. Увидели возможности Ивангорода, прочувствовали, как мы здесь живем в условиях пандемии, в общем-то мы подробно рассказали, да, как у нас тут происходило из города транзита, мы стали городом тупиком. Ну и, конечно, в ходе специальной военной операции, да, практически прекратилось официальное общение с городом Нарвой, и, конечно, сейчас многие проекты, да, в частности, променад, который у нас на сегодняшний день прекратил свое существование, вот, и мы, к сожалению, не успели реализовать этот проект, ну, мы будем использовать другие рычаги для того, чтобы у нас все получилось. Ну, и хочу отметить, если уж мы касаемся мероприятий, конечно, для нас 23 февраля, 9 мая, как для преградичного города, города с большой воинской историей, это важные мероприятия, важные события, бессмертный полк, митинги и возложение венков на воду, это те традиции, которые ежегодно мы стараемся сохранять, и получая, ну, скажем так, одобрение Совета ветеранов от нашей молодежи. И, к сожалению, у нас остался один ветеран, Николай Роман Дмитриевич, вот, мы его навещали перед Новым Годом, поздравили его с Новым Годом, и так получилось, что он как раз-таки воевал, да, был мотострелком, то есть он к открытию танка, да, появлению этого объекта, имеет непосредственное отношение, и он, конечно, внимательно следит за всеми новостями, он нам все рассказал, рассказал про НАТО, рассказал про эстонцев, рассказал, как в советские времена, какие были события, вот, и он держится, и мы очень надеемся, что 9 мая обязательно к нему съездим, его поздравим. В прошлом году, получается, лунный парад принимал, то есть праздничное шествие, бессмертный полк участвовал во всех наших мероприятиях. Также хочу отметить, что двое наших специалистов культуры в этом году, в 22-м году, простите, приняли участие в Давриде Арт, они выезжали в составе команды Ленинградской области и представляли Ивангород на этом форуме, и действительно очень полезное мероприятие, знаковое событие, и много интересных моментов они привезли для нашего города, для нашего творчества, я думаю, что мы в дальнейшем сможем, безусловно, это применять в своей работе. Ну и хочу напомнить, да, начало года, начало специальной военной операции, патриотический подъем, и очень ярким, я считаю, событием было это проведение автопробега по Кингисепскому району, и с Кингисеппо в Ивангород, и с концертом, таким воодушевлением, да, для всех горожан, гостей, кто приехал, это стало таким ярким пятном и объединяющим всех людей, и мы знаем, что из Нарвы тоже приходили и говорили спасибо, и за то, что мы чтим и поддерживаем действительно правое дело, и наша страна, наши военные борются с фашизмом, который удалось добить после Великой Отечественной войны, я думаю, что такие мероприятия нужно и в дальнейшем продолжать, мы всячески будем поддерживать и готовы на своей площадке это направление развивать. Что касается спорта, то про наши яхты я уже сказал, да, про нашу регату, могу сказать, что у нас, ну, на мой взгляд, хочу отметить особенно это развитие гонпола на территории Ивангорода с приходом нового тренера Голубевой Галины Петровны, значит, это направление стало очень таким результативным, да, ребята съездили и на областные соревнования, причем и юноши, и девушки одновременно успешно выступают, ну, и также в Краснодарском крае прошли всероссийские соревнования, участвуют ребята из разных регионов и наши ребята, да, стали бронзовыми, бронзовыми, да, призерами этих соревнований и тем самым доказали, что да, в Ивангороде, несмотря на то, что совсем недолго развивается вид спорта, они дают хороший результат. Ну, и, конечно, традиционная художественная гимнастика у нас продолжает, показывает стабильные результаты, наши футболисты участвуют в различных турнирах, мини-футбол-школу, вот, тэквондо, ну, и в этом году у нас Абалмасова Римма Николаевна, она у нас занимается адаптивной физической культурой, недавно ей исполнилось 60 лет, вот, это такой очень добросовестный тренер, который работает с людьми с ограниченными возможностями, это такое уникальное направление, которое всегда востребовано, и она на базе ФОКа проводит свои занятия с разновозрастными участниками. Ну, и, конечно, мы очень рады, что в прошлом году удалось сохранить формат работы нашего плавательного бассейна, я думаю, что все знают, да, с теми финансовыми трудностями, которыми мы столкнулись, и в прошлом году, ну, и даже пришлось приостановить работу этого спортивного объекта, вот, ну, я благодарен администрации района, которые нашли возможность, забрали этот объект на районный бассейн, и теперь он исправно функционирует, и, в общем-то, количество услуг увеличилось, и качество подтянули, поэтому я слышу со своей стороны положительные отзывы от жителей, гостей, многие даже из Кингисепа приезжают, говорят, у вас буквально вчера, да, у вас, говорит, вода потеплее, поэтому мы лучше вот в Вангород приедем, получим оздоровительную услугу, вот, и спокойно поедем обратно в Кингисеп, поэтому бассейн работает в штатном режиме, и мы взаимодействуем с учреждением Олимп, которому передан этот объект, и я думаю, что и соревнования, и сборы, безусловно, если от нас надо будет какая-то помощь, поддержка, мы ее окажем, ну, и, конечно, молодежь наша ни в коем случае не отделена, у нас активно отработали трудовые бригады, достаточно большие средства, почти полмиллиона рублей было выделено на трудоустройство, у нас продолжает работать коворкинг-центр, и все мероприятия, которые у нас запланированы, они проходят, ну, значит, я считаю, на хорошем организационном уровне, и мало того, мы внедряем систему кинопоказов, да, вот, про блокаду сейчас был кинопоказ, и много патриотических фильмов, которые мы в кинолектории, на территории нашего коворкинг-центра проводим, и ребята с удовольствием приходят и участвуют во всех наших мероприятиях. Все касается специальной военной операции, это, скажем так, это наша ответственность, это наше задание, оно не сверху, оно действительно от души, потому что из Ивангорода 19 человек ушли, это добровольцы, это мобилизованные, это контрактники, которые сегодня принимают участие в специальной военной операции. К сожалению, двое уже вернулись, вернулись с ранениями, и благодаря Марине Вячеславовне Волковой, которая курирует из администрации направления, оба бойца получили все выплаты по ранению, могли оформлять все документы, делали запросы. То есть это вот такая работа, вроде она незаметная, но она очень важна для конкретного человека, для конкретной семьи, и оставшиеся ребята, да, то есть кто-то из них получил легкое ранение, уже вернулся в зону специальной военной операции, кто-то находится в госпитале, да, лечение не связано с ранением. Ну, в общем, мы стараемся держать со всеми связь. Перед Новым годом приглашали всех детей, мобилизованных на новогодние представления, все получили подарки, поздравляем с Днем рождения. Ну и самое главное, самое важное для них, это решение вот, ну, бытовых вопросов, связанных с компенсацией льгот, коммунальные услуги, выплаты на детей, школы, сады, то есть мы эти все вопросы тоже вместе с районом решаем. Ну и, конечно же, никто у нас не обделен, все понимают, что мы рядом, всегда звонят, всегда обращаются. Ну и я благодарен нашим подрастающим поколениям, нашим ребятам, которые писали письма, которые записывали ролики, отправляли. Мы это делаем постоянно. Ну и все жители, которые действительно кто чем может, независимо от возраста, кто-то вязаные носки, кто-то сбрасывался на квадрокоптер, который был необходим именно для наших ребят, мы его отправляли, покупали сами. Ну и, конечно, продукты, все, что надо, амуниция, теплые вещи. То есть все это целевым образом, да, у нас уже выстроена доставка, да, мы вместе с Кингисевским районом, с полением воинского братства, да, вместе с нашим храмом Святой Троицы, то есть все объединились, все сплотились, и сейчас мы запустили уже акцию до 18 февраля в таком же формате, проводим сбор всего необходимого для того, чтобы к 23-му отправить нашим ребятам поздравления Днем Защитника. Что касается инфраструктурных проектов, то в прошлом году, в конце года, мы завершили благоустройство на территории Парусинки, это наш пустырь между улицами Пастрова и Текстильщиков. Получается, это уже третий этап, который прошел в рамках благоустройства именно этой территории, ну и также мы завершили первый этап улицы Гагарина напротив Юли-Корпорейшн, такой заросший был пустырь, соответственно, сейчас там создана инфраструктура для прогулок, для детского отдыха, даже появился теннисный корт, вот такое интересное было решение, предложение от проектировщиков, поскольку это место находится в равном удалении от центральной части города и микрорайона Парусинка, ну, в этом году мы завершим второй этап, уже будет закончена полностью территория с освещением, с скамейками, даже такой красивый с башенками детский городок деревянный, для того, чтобы ребята могли во все времена года посещать и, соответственно, там развлекаться. Также хочу отметить, у нас активно идет работа по третьему областному закону, это наша инициативная комиссия, закон о старостах Ленинградской области, как губернатор его называет, да, тысячи полезных дел, вот, они небольшие проекты, но, тем не менее, вот, в прошлом году нам удалось благоустроить сквер на Парусинке на улице, на предельной, рядом со вторым садиком и отремонтировали полностью дорожку в центре города, рядом с нашей муниципальной аптекой, такое очень проходное место, вот, после ремонта сетей, было в таком неприглядном, мы полностью восстановили дорожку, сделали газон, и теперь это место, оно такое очень красивое и видовое для нас. Очень важная программа, которая у нас сейчас идет, это переселение из аварийного жилья. В прошлом году эта программа у нас, у нас был заключен муниципальный контракт, построен на сегодняшний дом, на сегодняшний день дом, это Федюнинского, 15, сейчас завершаются работы по... Чистовой отделке. Да, не по чистовой отделке, отделочные работы завершаются, соответственно, я думаю, что, там, до конца февраля мы уже 69 семей сможем переселить, они получат ключи от квартиры и, соответственно, будут уже обустраивать, свое новое жилье, вот, а те дома, которые мы расселяем, да, часть из них будет снесено, часть из них мы предложим для реконструкции уже инвесторов под обновление данных участков, в любом случае, да. Это хороший социальный проект, важный социальный проект, который контролирует и наш президент, и губернатор Ленинградской области, вот, и у нас на сегодня есть только один нюанс, да, да, это вторая программа, которая пока на сегодня не реализована, это ликвидация аварийного жилья, это региональная программа, где жители дома Пасторова-1 ждут, также ждут своих новых квартир, ну, к сожалению, из-за роста цен на строительство, да, стоимость этих квартир выросла в прошлом году, ну, и, к сожалению, мы не нашли дополнительное средство ни в районном, ни в областном бюджете, вот, пока эта программа висит, но есть понимание, как нам дальше двигаться, и мы надеемся, что правительство Ленинградской области, район нас поддержит, чтобы все-таки люди получили причитающиеся их квартиры, да, и смогли тоже улучшить свои условия, а так, в общем, в целом, да, дом у нас на 96 квартир, он готов, отделочные работы, ну, на стадии завершения. Еще один важный социальный проект, который мы запустили, опять это было поручение губернатора, мы закончили проектирование футбольного стадиона, это капитальный ремонт существующего футбольного поля, который находится на Кингисевском шоссе, ждем уже окончательные документы по смете, сейчас заканчивают проверять смету, и мы с этим объектом будем заявляться в комитет по физической культуре и спорту, и, соответственно, дальше пробовать попадать в программу для того, чтобы реализовать его, поскольку в Ангороде еще много футболистов, которые, ну, играют на достаточно хорошем уровне, у нас хороший тренерский состав, такой уже крепкий, боевой, поэтому, безусловно, для нас импульс развития футбола придаст появление нового спортивного объекта, ну, и я думаю, что вы сами видели, да, мы сможем это место, которое между братским захоронением, да, и жилым массивом, его надо тоже приводить в порядок, и я думаю, благодаря этому проекту место преобразится, и мы сможем там создать инфраструктуру и для занятий спортом, ну, и для активных прогулок для жителей, которые будут приходить непосредственно туда. Мы продолжаем работу, мы ее начали в 2019 году, сейчас активно продолжаем работу по оформлению регистрации вымороченного имущества, это квартиры, которые мы можем предоставлять как очередникам, так и для тех специалистов, которые приезжают в наш город, работая в социальной сфере и в бюджетных учреждениях. Такой опыт у нас есть в прошлом году, мы две квартиры предоставили учителям, это первая и вторая школа, и также сейчас, ну, я думаю, что в феврале-марте мы завершим ремонт еще трех квартир, одной и двухкомнатной, и две однокомнатные квартиры в Ивангороде, которые мы сможем предоставить, одна точно уже под врачей, врачи уже здесь, они работают в нашей полиплинике, хорошие специалисты, мы готовы их поддержать, и две квартиры будут, скорее всего, там, комитету по образованию, они уже сами определят, какому из учреждений передадут это служебное жилье. Проект на самом деле такой уникальный, мы оформляем квартиры, забираем их в муниципальную собственность, администрация Кингисепского района выделяет средства на ремонт, то есть все бюджетники получают квартиры отремонтированные, обновленные и могут спокойно заезжать и жить, не имея никаких бытовых проблем. Даже я знаю, что директора школ активно помогают там с мебелью, с бытом, чтобы уже создать сразу все условия. Мы эту работу обязательно продолжим, то есть пять квартир для нас это не предел, у нас в работе на сегодняшний день еще несколько квартир, но пять уже процедуру прошли, и юридическую, и строительную, поэтому, конечно, мы эту работу в дальнейшем продолжим. Хочется отметить, у нас активная работа ведется по оформлению, предоставлению земельных участков, это касается в большей степени садоводства, есть и многодетные семьи, которые получают. Я могу сказать, что за три года нашей работы 263 участка были оформлены в собственность. Это касается дачной амнистии, это касается многодетных семей, но вот эта работа очень важная, я считаю, когда семья получает возможность, имея в собственности земельный участок, строить уже либо дачные домики, либо жилье для постоянного проживания, и тем самым поддерживают и строительную отрасль, и, соответственно, создают условия для отдыха и для проживания. И мы со своей стороны уже выработали механизм, и, скажем так, специалист, который этим занимается, уже поставил историю на поток, и мы эту работу, безусловно, продолжим, потому что это очень важный показатель для развития муниципального образования. Ну и у нас в рамках нашей постоянной деятельности мы продолжим, вернее, в ближайшее время завершим работу над разработкой генерального плана. Это как раз было одно из условий участия нашего города в программе развития малых исторических городов. И мы эту работу завершаем, и, соответственно, уже есть результаты работы. У нас передан в аренду земельный участок на Парусинки, где, я думаю, что уже летом начнется активное строительство жилого комплекса для жителей и, скажем так, гостей, которые примут решение переехать на территорию Кингисевского района и решат, что да, им будет комфортнее жить в ВАГ-городе, чем в каких-то других поселениях. И вот как раз-таки для этих нужд, для предприятий, для будущего развития мы начали эту программу. И у нас есть планы, да, то есть у нас есть свободные земельные участки, которые мы будем активно предлагать дальнейшим инвесторам под строительство. И тем самым, так сказать, увеличивать и численность населения, и давать возможность, да, кто-то, кому-то очень нравится жить в небольших городах с хорошей социальной инфраструктурой. У нас такая есть коммунальная, шаговой доступности, все. Поэтому, да, для многих это, в общем-то, хороший стимул для переезда непосредственно в ВАГ-город. Ну и заканчивая тему жилья, могу сказать, что нам удалось, да, мы активно участвовали в этих переговорах. В прошлом году Еврахим выкупил 42 квартиры на улице Псковской 20 для своих работников. Это служебное жилье, которое будет предоставляться работникам фосфорита Еврахим Северо-Запад для их предприятий. Они сейчас практически завершили уже отделочные работы, и в ближайшее время 42 семьи смогут переехать в ВАГ-город и, соответственно, уже выстраивать свою жизнь вместе с предприятием на территории Кингисепского района. Мы так вот успели, успели до СВО провести все необходимые процедуры, и тем самым Еврахим уже обозначил свое присутствие уже полноценно на территории Иван-города. И мы, в принципе, с ними проговаривали, что то новое жилье, которое мы будем строить, возможно, оно тоже будет востребовано для работников Еврахима. Связано с логистикой, им удобнее из одного места забирать большое количество работников, чем собирать по всему Кингисепскому району. там, два, там, три. То есть здесь будет хорошая работа. Смогли в шесть раз увеличить свой бюджет благодаря активной работе, подготовке заявок, участия в конкурсах различных. И понятно, что основная доля это была программа переселения. У нас в этом году ее не будет, но тем не менее у нас исполнение в этом году достаточно хорошая бюджета, но еще раз хочу подчеркнуть, да, мы бы не смогли без поддержки района, области реализовать все те планы, которые задумали и которые, на мой взгляд, достаточно успешно у нас прошли. Буквально недавно мы провели депутатский час, встречу с депутатами в девятнадцатом году, когда наш корпус шел на выборы, у нас были так называемые депутатские наказы. Это как крупные инфраструктурные проекты, так и небольшие предложения, как почтовые ящики, где-то фонарик, где-то дорожка, где-то спилить аварийное дерево, да, но есть и большие, там, как благоустройство возле первой школы вот этого пустыря, да, благоустройство парусинки, создание детских площадок, детских мест, поэтому вот мы проанализировали, да, за три года из шестидесяти пяти поручений, которые жители высказали непосредственно, да, депутатам, 54 либо уже выполнены, либо находятся в стадии выполнения. То есть это очень большой процент, я считаю, для Ивангорода. Это хороший прорыв, хороший задел, в всяком случае, ну, на будущие выборы точно нам есть с чем выходить к нашим жителям, что объяснять. Мы, безусловно, постараемся в 2023-2024 год, вставшиеся моменты, подтянуть их и уже выйти на хороший процент исполнения того, что, в общем-то, жители видят, что необходимо будет им непосредственно. Что касается больших вещей, в прошлом году мы активно очень поработали вместе с правительством Ленинградской области, значит, два больших инфраструктурных проекта, вернее, три, начнется реализовываться в этом году. Первое, это подписанное соглашение на Петербургском экономическом форуме о строительстве завода по производству биоразлагаемой посуды. Это экологическая технология, которая уже реализована, она реализована в Крыму, один завод уже работает, и, соответственно, принято было решение, что на территории Ивангорода будет размещаться еще одно такое производство, но, в отличие от крымского, оно будет уже с нуля построено, мы уже подобрали земельный участок, мы уже сейчас ведем с инвестором работу по проработке коммуникаций всех к этому земельному участку, и я надеюсь, в ближайшее время уже будет какой-то предпроект определенной мощности, опять-таки, места проживания, то есть у нас синхронизированы эти процессы, чтобы специалистов в Ивангороде таких нет, я думаю, что часть будет обучаться, а часть будет просто привозиться из других регионов, мы их сможем уже размещать. Поэтому проект живой, он актуальный, мы постоянно на связи с генеральным директором, они заявляют по объему инвестиций больше двух миллиардов рублей на строительство этого производства с уникальным оборудованием, и, как я уже сказал, с технологией. Это первый этап, который они должны реализовать. Дальше будет еще второй этап, о нем пока не буду говорить, вот, нам надо первый запустить. Следующий объект, значит, было принято решение еще до 2019 года о строительстве ледовой арены в Ивангороде по программе «Газпром дети» фондом социальных инициатив «Газпрома». Ну, после всей истории с бассейном, Александр Юрьевич принял решение, что и бассейн и ледовый полностью добьют ивангородский бюджет, и мы, в общем-то, получим вместо хорошего социального объекта, получим еще одну проблему. Поэтому от варианта с ледовой мы отказались, но переформатировали его строительство «Фокус» универсальным залом. На сегодня, в январе, уже пришли письма определенно проектировщик, в этом году они должны завершить проектирование и приступить уже к строительству. Срок реализации, это, скорее всего, в следующий год, в 2024 году мы получим на улице Федюнинского хороший современный спортивный объект. Это уже, ну, сто процентов, я думаю, что мы взяли на себя обязательство, это подведение коммуникации к земельному участку, а все, что в периметре земельного участка, уже будут делать непосредственно «Газпром». Ну и третий объект – это автобусная станция. Очень много вопросов у жителей, да, все-таки, какая-никакая у нас была. На сегодняшний день земельный участок предоставлен, проект готов, мы его видели. Значит, осталось решить вопрос с коммуникациям, с газопроводом подвести к земельному участку, и инвестор готов уже приступить к строительству. Я думаю, что там в течение полугода они этот проект реализуют. Я уверен, что это, если все. Если с «Газпромом» вопрос решится, то в этом году мы будем открывать новую автобусную станцию. Это будет и автостанция, и торговый центр. То есть это хороший современный объект, и транспортная инфраструктура, ну и, конечно, коммерческая. А с учетом того, что у нас есть информация, что мапу Ивангород в ближайшее время закроют на реконструкцию, то и вопрос с приездом до границы, он станет очень актуален. Здесь мы будем уже дальше работать с расширением расписания по 842-му маршруту Санкт-Петербург-Ивангород, где люди могут доехать до Ивангорода, пешком перейти, пешеходная часть остается работать, несмотря на реконструкцию, и дальше уже садиться на следующий автобус уже в городе Нарвы и ехать уже куда и планировали. То есть мы станем таким некоторое время перевалочным пунктом, и тем самым жители смогут уже, вернее, и гости, которые едут либо с той стороны, либо из России, вот, могут уже получить все необходимые услуги на территории администрации. Поэтому вот эти три объекта, три важных для нас объекта, социально важных, они на стадии, ну, скажем так, завершения. Значит, я думаю, что все вы знаете на парусинке здание, круглое здание, здание бывшего газгольдера, который находится в удручающем состоянии. Здесь мы тоже, вроде, да, незаметно, ничего не происходит, но я думаю, что там в течение 10 дней мы зарегистрировали этот объект в муниципальную собственность, мы прошли все процедуры, мы оформляем этот объект, у нас есть предварительная договоренность с Комитетом по сохранению культурного наследия, что мы сможем провести противоаварийные работы. Закрыть периметр, укрепить внутри, да, какие-то элементы, которые не дадут в дальнейшем разрушаться и уже после этого планомерно готовиться к проектированию и, возможно, дальнейшей уже реализации строительно-монтажных работ для того, чтобы все-таки это здание сохранить, оно такое знаковое, оно, в общем-то, везде на всех фотографиях у нас фигурирует, исторических, ну и, к сожалению, на современных тоже жители периодически управляют, поэтому для нас это тоже очень важная веха восстановить, да, и придать значение. По функционалу пока не готов сказать, что там будет, но, во всяком случае, сейчас для нас этапы это проведение противоаварийных работ за этот периметр, чтобы, не дай Бог, ни на кого ничего не упало. Ну и в прошлом году мы, продолжая тему содержания города, да, город у нас, мы одно из немногих муниципальных образований, которые сохранили свое предприятие, службу заказчика, которая занимается содержанием города и уличной дорожной сети, и общественных пространств, и что касается ливневой канализации, в прошлом году у нас добавилась баня, которую мы забрали обратно, передали предприятию, которое стабильно работает, вот, мы еще купили в прошлом году одну единицу технику, это фронтальный погрузчик, мы его приобрели в лизинг, участвуем в программе комитета жителей Холинградской области по компенсации лизинговых платежей, вот, аппарат у нас отработал год хорошо, успешно, то есть это дополнительные наши возможности технические по содержанию города, по, скажем так, думаю, что вы уже видели, мы части дистанциональных объектов незаконных снесли, да, во время подготовки к установке танка два объекта павильона на Кингисепском шоссе около моста, плюс у нас два павильона, которые уже много лет стоят, уже где-то разграбленные, где-то просто заколоченные, да, которые не работают, скажем так, мы их тоже постепенно демонтируем, вычищая город, создавая, скажем так, более благоприятный мир, вот, в том числе какие-то объекты были силами службы заказчика у нас демонтированы и на этом месте уже можно дальше планировать дальнейшее, дальнейшее выгоустройство. Очень важный момент для приграничного города – это безопасность. Благодаря поддержке, да, в комитете безопасности Ленинградской области мы восстановили 18 камер, которые были, ну, либо сломаны были, либо были сняты подводные кабели, вот, именно на таких важных знаковых участках. Мы эти камеры восстановили на сегодняшний день, даже мы проводили комиссию по безопасности полиция, несколько преступлений уже раскрыло по горячим следам благодаря безопасному городу. То есть они взяли, посмотрели, тут же были товарищи задержаны. И помимо этого мы еще и на Парусинки, где завершили благоустройство по конкурсу Минстроя, текстильщиков, мы еще 35 камер дополнительно там поставили для безопасности. Это верхняя часть площадки, это дворовая территория и, соответственно, сейчас несколько камер, которые будут выходить на водопад и это давать уже более полную картину, ну, потому что все равно Парусинка у нас такой хулиганский район, вот, как ни крути, все равно я думаю, что и жителям, и гостям будет спокойнее, да, благодаря вот этой системе. Ну, и мы договорились на новых территориях, которые у нас будут обновляться, где будет проводиться масштабное благоустройство, вот, на этих территориях мы тоже будем ставить свои камеры новые и включать уже в общую систему. Региональное мероприятие, которое тоже и вы все присутствовали, видели, да, это хоровой фестиваль, который должен был быть в этом году международным, во всяком случае, все договоренности были и Михаил Голиков, руководитель симфонического оркестра, главный вдохновитель этого уникального культурного события. Тоже был расстроен, что вот те обстоятельства, в которых живет наша страна, не позволили провести его больше широко, но, на мой взгляд, очень ярко, очень... То есть у нас в своих коллективах очень много, которые очень достойно представили свои города, свои там учебные заведения на площадке Ивангорода, и мы надеемся, что в этом году эта традиция продолжится, никуда она не денется, чтобы не происходило, все равно это тот культурный код, который у нас есть, который заложен, мы его должны, конечно, в дальнейшем продвигать и популяризировать, несмотря ни на что. Что касается 23-го года, вчера, как я уже сказал, мы были в Великом Новгороде, приняли участие в заседании Совета Гонзейских городов, значит, на котором мы представили видение, как будут проходить Гонзейские дни в Ивангороде. Очень большая дискуссия была, да, мы прекрасно понимаем, что своими силами Ивангороду сложно провести такого масштаба мероприятия, поэтому, посоветовавшись с Юрием Ивановичем Заполадским, с Владимиром Олеговичем Цоем, значит, мы приняли решение, что, в принципе, сейчас все развлекательные мероприятия упразднены, да, приостановлены, поэтому мы предложили провести Гонзейские дни в официальном формате, это собрание, общее собрание Союза Русских Гонзейских городов, это проведение экономического форума, мы предложили тему развития туризма в малых городах, тема для нас очень актуальная, я думаю, что руководители, главы городов посмотрят Ивангород, и, скажем так, на основании этого уже, да, какая-то концепция развития сможет устраиваться, да, может быть, дополнительные какие-то маршруты, либо в рамках уже существующих, как Серебряное жерелье, вот, другие маршруты, Гонзейские маршруты, вот, мы сможем выработать стратегию и сможем продвинуться в этом направлении, ну и, конечно, экскурсионная программа, мы хотим показать главам все жемчужины нашего города, все доминанты, которые, ну, на мой взгляд, действительно являются уникальными, о которых многие даже не знают, да, и вчера мы поняли, в принципе, что мало кто вообще был в Ивангороде, благодаря, в кавычках, нашему пограничному режиму, простой, простой житель, да, нашей страны необъятной, очень сложно ему попасть на территорию Ивангорода и посетить доминанты, у них такая возможность будет, поэтому, ну, соответственно, в таком официальном формате без сцен, без плясок, без других атрибутов Гонзейских дней, я думаю, что мы достойно должны провести данный форум и, в принципе, вчера все главы поддержали, потому что вся страна живет в таких условиях, все прекрасно понимают, мы очень надеемся, да, что к лету там ситуация изменится в лучшую сторону, да, настроение будет другое и вообще, ну, этот год мы уже не будем, вот мы его утвертили, мы будем готовиться именно к этому формату, поэтому, конечно, задача стоит город причесать, подготовить к приезду важных гостей, ну, потому что это впечатление, которое они увезут с собой, ну, и, конечно, мы предложили не убирать формат молодой Гонзы, потому что, ну, молодежь, она во все времена, да, в любых обстоятельствах, она живет своей жизнью, поэтому формат молодой Гонзы мы оставляем и ждем молодых людей из наших Гонзейских городов в город, для них будет отдельная программа, она будет такая патриотическая, она будет по истории, она будет, вот, действительно ярко, интересно, и мы, со своей стороны, постараемся, уверен, ребята уедут вообще воодушевленные, да, с хорошим настроением, вот, осталось только молиться, чтобы погода нас не подвела, но у нас такой опыт есть, я думаю, что все будет нормально, вот, ну, и, конечно, ждем средства массовой информации из этих городов, для того, чтобы максимально вообще презентовать наш город и дать возможность жителям этих городов приехать нам в гости, то есть мы найдем способ, возможности, чтобы они все-таки до нас добрались организованными группами или в индивидуальном порядке, но, тем не менее, вот, это событие, к которому мы сейчас активно уже готовимся и продолжим активную подготовку. Вот, что касается инфраструктурах, я уже сказал, 23-й год для нас, вот, прям, он очень-очень масштабный, у нас в благоустройстве шесть территорий, три дворовых территории, Федюнинского 10-11, Кингисевска шоссе 5 и три территории общественные, второй там на Гагарина, напротив Юрикорпорейшн, мы там завершаем работы, детская игровая площадка на текстильщиков, она у нас, ну, скажем так, незавершенная и есть ряд предложений о жителе, мы бы ее хотели, да, там, довести до ума, сделать покрытие, навесы, все оборудование расставить. И поручение губернатора, это нижняя площадка около танка, чтобы у нас наверху уже все красота, вот нам сделать такой небольшой будет сквер, он будет патриотический, и он получается прямо на въезде в наш город со стороны Европы и пешеходные будут подходы, и автомобильная будет парковка сделана, то есть мы ее сделаем хорошей пешеходной зоной, лестницы в порядок приведем и, соответственно, информационные щиты, информационные стенды, которые расскажут, почему в этом месте, что это за памятник, да, и связан с историей Ивангорода. Ну, конечно, да, 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 то есть, получается, с пункта пропуска ты выходишь с пешеходного и пошел, то есть, в принципе, у нас все подходы, они уже приведены в порядок, да, и вот это место, во-первых, там необходим пешеходный, да, пешеходный переход, все-таки установить, да, чтобы можно было пересекать дорогу в этом месте. И, понятно, этот маршрут уже садовый, мы уже отремонтировали, в этом пешеходная зона есть, и этот маршрут будет прямо в крепость, то есть можно будет пешком пройти весь маршрут и посетить, и так посетить, и дальше уже пройти в крепость. Вот, поэтому благоустройство у нас масштабно в этом году, также мы ждем подтверждения, да, и средства по ремонту улицы Госпитальной, это в рамках соглашения Ленинградской области, Санкт-Петербурга по ремонту подъездов к садоводствам, поскольку у нас достаточно много санкт-петербургских жителей, приезжают на лето в наше садоводство, вот в этом году мы должны отремонтировать Госпитальную улицу полностью и привести ее в порядок. Ну и в рамках третьего властного закона мы два поручения от жителей, да, реализуем этот тротуар, тротуарная дорожка по Льдово по Есепскому шоссе 22 и продолжим пешеходную дорожку по улице Матросов, так называемая объездная для грузовых автомобилей, но, тем не менее, там много домов частных стоит и жители активно пользуются, ну, ходят в центральную часть города, в первом микрорайоне, там школа-садики, поэтому мы эту дорожку, да, продолжим. Ну и подытожить, да, хочется мое выступление важным событием, да, это тоже, так много было разговоров, да, много было негатива, значит, мы на сегодняшний день на стадии подписания контракта на автобусное сообщение внутри города, это седьмой маршрут и 81 маршрут, который идет садоводство, да, значит, я думаю, что в ближайшее время, там, 2-3 недели победитель корпуса уже определен, сейчас не надо время для того, чтобы запуститься, вот, я думаю, что в ближайшее время мы повесим новое расписание и городской маршрут снова выйдет на линию и снимет напряжение, связанное с транспортным сообщением, особенно в пиковые часы, связанные со школой, с ГУАПом, с иммангородским филиалом и, соответственно, доставка наших ребят в Кингисе, потому что 51 маршрут уже точно будет справляться с тем объемом, который необходим, поэтому это вот тоже наше, скажем так, наше обещание для жителей, что мы восстановим, мы нашли средства в бюджете необходимые для компенсации выпадающих доходов данного предприятия. В прошлом году у нас такой возможности, к сожалению, поэтому планы такие, работы много, настрой хороший, у нас в прошлом году обновился коллектив частично, часть новых специалистов пришли, поэтому мы тоже развиваемся, работаем и у нас директор центра спорта сменился, у нас теперь Константинов Сергей Геннадьевич, остальные все на месте, все с хорошим, позитивным настроем, я думаю, что все у нас получится, ну а город как туристический центр, безусловно, будет благодаря вот тем мероприятиям, которые мы запланировали, будем, будем, конечно, ну и ждем, конечно, подтверждения под лотлоном, уникальная история, да, которую мы в 20-м году смогли провести, байдарки по дороге, по границе, с выходом в Рассонь, в Рассонь, смена лодок на велосипеды и по лесной дороге уже с финишем в Ангородской крепости, в прошлом году в последний момент отменили мероприятие, это по объективным причинам, вот, в этом году мы ждем подтверждения, в всяком случае, Дмитрий Анатольевич Ялов, вице-губернатор, он активный участник всех этих событий, он уже сказал, да, я готов заявиться сам, пройти всю дистанцию, поэтому ждем от федерации подтверждения, если все нормально, будем, ну, конец августа, начало сентября мы его обязательно проведем. Вопросы, предложения? Вот я хотел бы спросить, поинтересоваться судьбой человека, жителя Эстонии, которого сюда депортировали в Ивангород, есть ли какая-то информация о каком дела? Ну, у нас их двое, это Сущев Андрей и, они примеров, Сергей, да, значит, они попали на прием губернатору, когда был юбилей района, 1 декабря, Александр Юрьевич принял их, пообщались, на сегодняшний день готовится законодательная база, которая определит механизм, как вообще с такими людьми, потому что таких претендентов практически не было, ну, они были единичные, вот, они были выдворены, выдворены незаконно, у них сейчас идут суды, но тем не менее. Андрей Сущев на сегодняшний день устроен на работу, он работает в Доме культуры техническим работником, мы предоставили маневренный фонд, у него есть квартира, он там потихоньку ее ремонтирует, приводит ее в порядок. По Сергею Непремьерову, ну, он пенсионер, как бы с работой, в принципе, он оказался работать, сейчас оформил необходимые все документы, сейчас оформляет пенсию, ну, соответственно, дальше уже он снимает жилье, вот, пока сам. В всяком случае, Александр Юрьевич дал поручение проработать механизм признания их, ну, скажем так, депортированными, да, признать их статус беженца, они должны получить, и, соответственно, они сразу подпадают под закон о беженцах, вынуждены переселиться, да, поскольку их выдворили из другого государства, и они имеют право претендовать на получение жилищного сертификата, то есть, как только у них вопрос жилье решится, ну, Андрея мама уже пенсионерка, да, достаточно пожилая, вот, и я думаю, что он ее обязательно сюда переведет, как только решится у него жилищный вопрос, ну, например, у Сергея, там, большая семья, там, супруга и дети, взрослые уже все там остались, вот, как бы по нему пока, вот, больше другой информации, ну, у нас еще появился один товарищ, вот, они, ну, правда, они самостоятельно приняли решение, вот, ну, опять-таки, им создали те условия, у него ребенок, ребенок больше не может учиться на русском языке, вот, они из Кухлояры, насколько я знаю, и он с супругой принял решение, что они переезжают в Россию, вот, они сначала старших детей перевезли, буквально перед Новым годом оформили гражданство, мы тоже помогали, с консульством связаны, ну, почему, они теперь наши, они, да, они теперь получили все необходимые документы, последнего сдали регистрацию, зарегистрировали временно детей, старшие уже ходят в школу, вот, младшие сейчас будем решать вопросы с детскими садами, и, получается, он, жена, семь детей и еще мама, которая помогает по хозяйству, они пока на съемной квартире живут, ну, мы тоже сейчас будем помогать с оформлением этого статуса и дальнейшей возможности уже пользоваться нашими всеми социомерами соцподдержки, которые у нас в нашей стране существуют. То есть, статус вынужденных переселяться, да. Спасибо. Потому что беженцы, это не граждане Российской Федерации. Ну, да, 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 не беженцы, я фрактуру. Если граждане Российской Федерации, проживающие за пределами, то это, получается, вынужденит переселениц. Это две разные программы, не таки, ну, и федеральные, но, там, скажем так, вынуждены переселяться, там, даже по, получается, повыгоднее. То есть, там, меры поддержки больше, чем для беженцев. Для беженцев, да. Я, кстати, с ним знаком. Он таксовал, да, в Ивангороде. А, многодетный, да, 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 Алексей. Алексей его зовут, да. Ну, он был у меня в понедельник. То есть, мы подали все документы. Сейчас будем сопровождать. Ну, понятно, что бывают такие вещи, которые, ну, вот, там, моей должностных нету, Марина Вячеславовна, да, но мы понимаем, что кроме нас-то, вот, они приехали, и они в чужом городе, и никого не знают. Даже не было лучше уже совместно. Да, поэтому, ну, вот, и встреча с губернатором, это вот, наша постоянно, то есть, мы там их постоянно долбим, надо, надо, надо. Вот, у нас есть проблема, а так, ну, к большому счету, ну, приехали, приехали, как бы, вот. Поэтому мы, со своей стороны, конечно, не бросаем этих людей, пытаемся их помочь до какого-то логического. То есть, все время с работой решили, ну, достаточно оперативно, и, ну, сейчас там, следующий этап надо с водительскими удостоверениями с ними решить, чтобы они получили, имели возможность, там, кто-то на автомобиле работать, кто-то еще, ну, как дополнительный заработок. Поэтому, ну, конечно, бытовые вопросы, там, где-то кому-то с продуктами надо помочь, кому-то, там, с детским садом. Ну, с многодетным, проще в этом плане, то есть, они сейчас подадут документы на пособие, то есть, ну...